ПЕСНЯ Первое участие, аплодисменты жюри и гран-при. Так заявил о себе коллектив серебряной нотки хоровой школы «Юность России» на международном конкурсе «Рождественская звезда», прошедшего 19 января в ДК имени Воровского. Хористы «Юности России» стали лучшими в номинации «Хоровое пение» в возрастной категории 8-10 лет. Мы идем принимать участие, мы никогда не идем получить какую-то высшую награду. Всегда на уроках, перед конкурсами я всегда ребятам говорю, что мы идем не за победой, а мы идем поучаствовать. Конечно, для нас это было большой неожиданностью и приятным сюрпризом. Если честно, я гран-при не ожидал, я думал, ну, призовое мы 100% займем, то есть первое, второе 100%, но гран-при для меня было очень удивительно. Было очень радостно, нам потом давали каждому кубок подержать, даже фотографии сделать, мне понравилось очень. Он такой большой был, на нем еще было написано, обладателем гран-при. Организатором конкурса «Рождественская звезда» является продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров «Бест». Его главная задача – выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей, независимо от жанра и стиля. В жюри по обычаю входят известнейшие артисты, педагоги, композиторы, хореографы, имеющие заслуженный авторитет. С их стороны всегда гарантирована объективная оценка. Хористам из Раменского удалось завоевать уважение и признание жюри. И это в условиях высочайшей конкуренции. Участников было очень много, потому что это разножанровый конкурс. Там принимали участие и танцоры, и певцы, и инструменталисты. Было 162 номера, если мне не изменяет память. Мы пели первыми во втором отделении. Мы были 57-е. Какие эмоции испытывали во время выступления? Ну, не страшно, потому что ты не видишь зал, тебе свет в глаза, ты ничего не видишь, ты как бы не очень боишься. Самое было хорошее, когда ты видел, что жюри хлопают. То есть ты понимал, что понравилось это выступление. Ну, мне очень понравилось. Я даже не волновалась, когда мы только заходили, прям начинали выступать. Я вообще не волновался. Что ты можешь рассказать о вашем преподавателе? Ну, она очень хорошая, иногда строгая, но на меня она вообще не строгая. Она добрая, а на других строгая. На международном конкурсе «Рождественская звезда» хоровой коллектив «Серебряные нотки» исполнил две композиции. Это русская народная песня в обработке Локтева «Ой, понад Волгой» и песню современного композитора Григория Гладкова «Муха в бане». Кусточки приходили, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Купку каплями поили, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стала бы, как она была, хороша и весела. Как ребята выступили? Вы довольны? Я довольна. Ребята выступили хорошо. Несмотря на то, что мы очень долго ждали своего выступления, но они собрались, молодцы. Они выступили достойно. С данным коллективом мы выступали с хором «Серебряные нотки». С данным коллективом я работаю второй год, и они меня радуют. С каждым днем все больше и больше. В 21 веке личность педагога очень важна для того, чтобы увлечь детей каким-либо делом. Вот Марина Ливоновна относится к таким преподавателям, которые сами блестяще владеют мастерством хорового пения и могут за собой повести любые коллективы. Вот сегодня сложилось так, что Марина Ливоновна руководит не одним хором в нашей школе, а двумя коллективами. И вот уже два года подряд эти дети получают вот такие высокие результаты, что становятся лауреатами не просто первой премии, а гран-при. Обладатели Кубка Гран-при «Серебряные нотки» не расслабляются, продолжают усиленно трудиться. Впереди новые вершины. Коллективу от организаторов конкурса «Рождественская звезда» был вручен сертификат с 50-процентной скидкой на участие в финальном этапе международного конкурса «Звезда столицы», который пройдет в 2020 году в Останкино. А уже в феврале хоровой коллектив примет участие в районном конкурсе. Желаем ребятам удачи. Марина Миткевич, Антон Карташов для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова